А чуть ранее Владимир Путин поздравил Ставропольских студентов с Татьяниным днём. Сделал он это в Северокавказском федеральном университете. Но это не все сюрпризы для учащихся. Кто из федеральных министров посыпал зачётки сахаром и что всё-таки с гриппом на Ставрополье? Обо всём по порядку. Александра Слободская. Ставропольским студентам сегодня повезло как никогда в их вузе, да ещё и в Татьянин день сам президент. Чем будут удивлять Владимира Путина здесь? Думали долго, в итоге решили показать новейшие разработки молодых учёных. То, что представлено на этой выставке высоких технологий, через пару лет может изменить нашу жизнь. От оптоэлектронных разработок до технологий для людей с ограниченными возможностями. Владимиру Путину предлагают ощутить, каково это быть незрячим. Мы приветствуем вас на территории темноты. Но задерживается президент возле вот этих стендов. Здесь презентуют интеллектуальную систему, которая с помощью алгоритмов на расстоянии выявляет хищение электроэнергии. А это робот, который встречает Владимира Путина возле другой витрины. Электронный спасатель готов на подвиги в горах и под завалами. Нужно только правильно его запрограммировать. Такие навыки можно получать ещё со школы. Идея создать детские технопарки студенты поделились с главой государства. У нас есть и детские школы по робототехнике, и с нанотехнологиями, и с биинженерией. То есть, ну, работа ведётся. Нам просто нужно ещё немножечко больше оборудования, уже официальное название, и ещё больше школьников будут поступать к нам на технические инженерные специальности. Ещё есть предложение прилагать к диплому список всех наград, развивать в вузах спортивную инфраструктуру и возродить военные кафедры. После неформального общения и подарка в морозы Путину вручили университетскую толстовку. Первые впечатления, которые студенты едва могут выразить словами. Это невероятное ощущение. Я сама себе завидую. Понравилось. Он очень добрый человек, очень такой простой. А вот президент своими впечатлениями от разговора со студентами поделился уже на пленарном заседании. Сейчас был в университете в Ставропольском. Он со студентами встречался. Такие позитивные молодые люди. Просто так и хотелось им сказать ещё раз успехов вам и в профессии, и в жизни. А несколькими часами ранее в другом вузе тоже принимали поздравления от первых лиц государства. Надеемся на удачную сессию после министра. Когда в гостях у будущих медиков министр здравоохранения грех не воспользоваться моментом. Вероника Скворцова лично посыпает зачётки сахаром. Но в деле подготовки специалистов всё не так сладко. Рецепт от легендарного Леонида Рошаля. Возвратить обязательное распределение выпускников и поменять принципы приёма экзаменов. Институт учит, а профессиональное сообщество принимает. Это новый совершенно поворот у нас в стране. Несмотря на сессию студентов в медуниверситете сегодня не бывало много. Они готовят не только билеты, но и вопросы самому министру здравоохранения России Веронике Скворцовой. Поговорить с ней можно было абсолютно на любую тему. Вопросы от серьёзных до курьёзных. Зачем делают селфи во время операции? Оказалось, в этическом кодексе врача это строго-настрого запрещено. Как стать министром и чем лечит собственного внука? И дети, и родители Скворцовой тоже врачи. С учётом с тем, что у меня, как правило, дома не бывает, они между собой, между собой советуются, без меня. Но действительно больная для всех тема свиной грипп, который шагает по стране. Несмотря на треть привитых россиян, в некоторых регионах уже превышен эпидпорог. Этот вирус опасен своей молниеносностью, скажет Скворцова уже после журналистам. Первые тревожные симптомы – кашель, одышка и синюшность вокруг носа и губ. Особенностью гриппа, особенно гриппа типа АН1Н1, это свиной так называемый грипп, который сейчас тоже присутствует среди других штаммов, является очень быстрое развитие пневмонии. Иногда молниеносное развитие пневмонии. Для профилактики надо чаще мыть руки, больше пить воды и меньше быть в толпе. Возможно, и поэтому визит длится недолго. Напоследок уже всем министр желает не болеть и никогда не переставать учиться. Александр Слободская и Дмитрий Баев, Вести, Ставрополь.